Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молковой. Мне кажется, что в 21 веке у каждого должны быть доступны такие блага цивилизации, как газ и вода. Если газ практически в каждом населенном пункте, в каждом доме у нас есть, то с водой некоторые проблемы. Сейчас Чувашия вступила в такую целевую программу, федеральную целевую программу, как чистая вода. И сегодня о ней мы будем говорить с заместителем министра строительства, архитектуры и жилищного коммунального хозяйства Сергеем Безруковым. Сергей Аркадьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, какие цели и задачи ставит перед собой федеральная целевая программа «Чистая вода»? Федеральная целевая программа «Чистая вода» направлена на обеспечение помощи субъектам Российской Федерации в реализации их региональных проектов в области водоснабжения, водоотведения и очистки источных вод. Основная ее задача – это модернизация существующих систем и привлечение долгосрочных частных инвестиций в данный сектор. Она имеет особенности. Особенность заключается в том, что финансирование, субсидирование затрат представляется субъектом Российской Федерации на строительство объектов и проекты населенных пунктов численностью менее 100 тысяч человек на основании конкурса, который проводится ежегодно Минрегионам России. То есть каждый год Чуваша защищает свое право получать федеральные деньги на строительство объектов по программе? Да, именно так. Каждый год подаются документы? Да. А вот какой опыт у нас? Я так понимаю, что мы несколько лет подряд выигрываем этот конкурс? Ну, Чувашская республика уже имеет достаточно большой опыт в участии в данном конкурсе. Ежегодно мы подаем документы. И если брать в цифрах из 9 миллиардов средств, которые за 2011 и 2013 годы были выделены на реализацию данной программы, федеральных средств, Чуваша получила 945 миллионов 652 тысячи рублей. В общем объеме по России это 11%, что является довольно неплохим показателем. Ну, также необходимо учесть, что на софинансировании мероприятий в республиканском бюджете предусмотрено было также 2,1 миллиарда рублей. Ну, сумма достаточно серьезная. Что на эти средства удалось реализовать, удалось построить, может быть, строиться сейчас? Ну, на данный момент в рамках данной программы 5 объектов. Это комплекс водозаборных сооружений и сооружений очистки воды для хозяйственных питьевых целей и санитарных зон группового водовода Батоверского, Шморшинского и Южной части Комсомольского районов. Это групповый водовод и станция водоподготовки поселка Вурнары Чувашской республики. Это очистные сооружения поселка Ибреси, очистные сооружения города Цивильск и очистные сооружения сели Шхазана и Канадского района республики. Что-то уже построено, где-то уже люди могут открыть кран и попить воды? Ну, из 5 объектов один уже введен в эксплуатацию. Это объект поселка Вурнары, станция водоподготовки. Там вода поступает в населенный пункт и люди пользуются благами. На каком этапе сейчас строительство этих объектов? Ну, вот кроме Вурнарского, я так понимаю, он построен. На каком этапе остальные 4? Ну, объект в селе Трехболтайо-Шумовшинского района, групповый водовод на 3 района, он находится в завершающей стадии. Сейчас ведутся работы по благоустройству, пусконаладочные работы, после завершения которых объект будет вводиться в эксплуатацию. Три объекта идут в процессе строительства. Это Шихазаны, это Ибреси, это Цивильск. То есть, кроме водонапорных станций, вы еще строите очистные сооружения? И в ближайшее время, я так понимаю, колодцы могут уйти в историю? Ну, да. В целом, преследуется как раз та задача, что колодцы должны остаться в истории. Сергей Аркадьевич, а есть какие-то новые задачи, может быть, какие-то новые объекты будут включаться, новые районы в эту программу? Ну, на сегодняшний день перед нами стоит задача по модернизации систем водоснабжения таких населенных пунктов, это город Шумерля, село Порецкое. И одна из ближайших задач, также, это реконструкция существующих очистных сооружений в городе Ядрине и в городе Канаше. Ну, надеюсь, что в ближайшее время, действительно, в 21 веке, люди, живя даже в самой отдаленной деревеньке в Чувашской республике, смогут не мучиться, не ходить к колодцу, открыть кран и попить водички. Ну, стремимся к этому. Спасибо большое, Сергей Аркадьевич, что пришли к нам. Напомню, что сегодня об участии в республике в федеральной целевой программе «Чистая вода» мы говорили с заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Сергеем Безруковым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин